Помнить и узнавать о лучших в Доме художника открылась выставка памяти ивановского мастера Владимира Беляева. В экспозиции представлены живописные работы автора. Художник многожанровый. Здесь и портреты, и пейзаж, и натюрморт. Все ему удавалось. И самое главное, что художник хотел это попробовать. Ну а так как за его плечами, за его спиной была подготовка к художественному училищу, то и анатомия, и все здесь прослеживать. И он неплохой был психолог. Портреты очень похожие, портретируемые, как говорится, сами на себя это могут сказать и те, кто ему позировал. Здесь более 30 картин. Выставку назвали «Знакомая». Как рассказывают родственники художника, все картины из домашнего архива были написаны буквально у них на глазах. На каждом полотне застывшее мгновение, прекрасное в обыденном. Что-то неуловимо родное и то, что действительно цепляет лишь при одном взгляде. А пейзаж – это сиюминутное. Природа меняется, прям молниеносно, минута, и уже другое состояние. Это надо моментально уловить. Так вот ему удавались вот эти как раз моменты, когда на полинере он делал короткие, вот а-ля прима так называют, как художники говорят, а-ля прима. То есть сиюминутное выдавал, то есть улавливал этот момент. Удивительно, но это персональная выставка первая. До этого автор не выставлял свои работы и не вступал в Ивановский союз художников. По словам знакомых, Владимир Борисович был очень самодостаточен в творческом плане. Постоянно находился в поисках новых форм, работал над различными техниками и развивался во всех сферах творчества. Очень интересным человеком, с ним очень интересно было общаться. В последнее время он очень увлекался поэзией, очень увлекался современными авторами. То есть он не останавливался на художественном творчестве. Он и сам пробовал писать стихи, и писал стихи. У него есть сборники стихов. То есть он развивался, будем говорить, многопланово. Уникальная выставка памяти Владимира Беляева продлится до 15 ноября. На ней каждый зритель может найти для себя что-то знакомое. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.